какой-то замок не знаю какой сейчас будем поглядеть какое-то доживье такое ощущение что я здесь был когда смотрю вроде я здесь не был интересно сейчас дальше сюда пройдем тут пока ничего интересного не вижу надо походить посмотреть ворота чуть написано я не пойму например вроде так это чё первое цифра или буква 1767 или как или си или 767 первое непонятно но чего ты взял что это единица она не похожа на единицу нестандартно странно что она нестандартно написано рвана пока ничего тоже интересно не вижу сейчас походим посмотрим это что-то туда здание как-то нанести сюда немного смахивает наверное что-то такое камень там камень кирпич ну ладно походим чуть-чуть посмотрим но пока только нашел как везде окна ничего интересного не вижу заложеное окно землю утопленная опять это обработка камней которая меня всегда смущает вот эти вот старые они очень сильно отличаются вот это вот старый камень очень твердый а вот это уже новое совершенно разные вещи и окна совершенно разные вещи и окна то есть там опять этаж под землей в общем-то как и везде пройду это немножко здание может еще что-нибудь интересненького вижу заложенное окно опять вход приподнят значит скорее всего родной вход был вот под этими ступеньками как моем городе там я точно знаю что под ступеньками вход был смысле не точно но догадываюсь потому что там целая прихожка замурованная полтора метра комната она замурованная не просто так там тоже окна торчат и вот здесь какая-то гигантская дверь но метра так три с половиной а может и больше она пошел дальше больше навряд ли я чего интересного увижу я на древний такой домик с медной крышей правда уже и вот здесь что меня заинтересовало я вижу проглядывается все ближе кусок арки остаток дверь переделанная походу все окна переделаны вот там я сверху тоже вижу что-то было кругленькое вот там отлично видно переделано вот по всей видимости огромное круглое окно здесь было тоже сейчас еще пройдусь там слева я тоже вижу но там люди сидят мне туда снимать сейчас еще пройдусь чуть-чуть я рановато от этого дома убежал это знакомый вернулся я с ним и чё мы тут видим вот эти двери огромные я снимал теперь я тут стою на ступеньках что мы тут посмотрим слева от этих ступенек тут на глубине не знаю на какой двери все на сторону мы копали так надо удалить это дело вот так будет четко видно вот разницу видать там и там вот такая вот разница у этого домика стена ну ладно стена меня не интересует это делаем такой по кругу там вот какое-то здание надо сходить посмотреть каменное вот там какие-то остатки каменные надо сходить сейчас сходим по низу потом вернемся к верху вот я спустился сейчас отчетливо видно разницу еще идет углубление в общем то там явно под землей очень много чего куда наверняка как всегда нету хода ну конечно мы спросим но я больше чем уверен что туда никуда никак пойду дальше ну цветочки красивые я думаю любителям цветов так снимаю отсюда эту сторону я не могу вот к сожалению снять туда подойти нету прохода вот на таком расстоянии я дальше не иду хотя вижу там окна двери очень низко но к сожалению путь нам прегражден знаком и там рабочий работает ладно пошел в обход сейчас попробую приблизить если получится что то у меня так я по моему удалил по здесь еще такая функция есть ладно чайник разберется когда нибудь вот где-то вот там я вижу внизу здесь окна и двери но пройти туда не могу пойду в обход вот отсюда видать но вижу отсюда окна новодельные тут даже не надо это особо присматриваться вот там видно старые арочные где-то остались сверху вот мы видим сверху арочные а тут все новодел но все это дело идет на сколько разница уровня ладно пойду дальше так такие арочные окна ну в общем то как нормальная церковь вернее ну ладно не буду об этом переделали в церкви или как здесь арочные окна огромные огромные ладно пойдем попытаемся туда войти если есть вход ну в общем то открыто сказали можно зайти в данный момент это церковь а пойдем вовнутрь посмотрим что там интересного ну вот мы и внутри так вот эти балконы меня вызывают сомнения явно позже скорее всего приделана там марка и такие какой-то балкон там приделанный ладно сейчас мы посмотрим дальше что тут вообще интересного вот колонны интересные какого камня вот тут какой-то кусок врезали явно врезанный когда-то вон трещина идет вверх видать лопнуло видать лопнуло и опять та же самая форма вот это вот крапление чем его так именно в круглой форме причем с легким утолщением вниз сверху чуть-чуть тоньше а вниз идет утолщение камень явно очень твердый тропнуть можно кто-нибудь увидит не увидит пальцами чувствую что очень твердый камень вот здесь такая же обработка но идет с блоков обработка такая же точно мне пока непонятная она выглядит вроде как очень старая а вот что там замуровали что-то похожее замуровано огромная какая-то арка замурованная да ладно такой высоты что тут могло быть величины но явно что-то замуровано ближе подойдем у меня веревочка а что туда прохода нету да верю ах ты туда прохода нету веревочка значит нельзя ну ладно мы приблизим сейчас мы вот так сделаем вот она такая трещина идет тщательно ее видно что-то такое высота замурована ладно и на потолке картины нормально с ним можно было паузу сделать рассмотреть вот тут обойти надо там тоже туда прохода нету фу что-то закрыли опять что-то здесь все закрыто постоянно и вот с этой стороны такая же смотри арка видишь огромная еще сколько она метро ну если дверь допустим два четыре шесть метров девять наверное девять десять метров это высота еще что там было такое ну 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 вот это сверху все потресканное вижу да видишь все потресканное то есть скорее всего все таки это свеженькое а тут они орган поставили а как же церковь без органа ну ну вот камень конечно сейчас мы попробуем причем чуть-чуть резьба разная что ли такая ну-ка обычно ну там ко мне это здесь немножко по-другому вот это куда лестница закрытая куда-то туда здесь открыто веревочка не повешали здесь проход есть что там у нас тоже какой-то маленький зал тоже какой-то маленький зал все штукатурено забелено ну по крайней мере почти все немного камни проглядываются вот эти камни очень древние и очень твердые даже не знаю что за камень так на вид выглядит как известняк но когда я его начинаю царапать он даже не царапается или он до такой степени затвердел там обработка странная пока я не разобрался с этим не буду ничего говорить местами очень интересные вот это вот опять единицы интересные 1616 или это не один непонятно непонятно ну в общем то здесь что-то замурованное то есть здесь арка вот эта явно замурованная видно что она замурованная вот там выглядывает еще колонна проглядывается замуровали что-то здесь было по-другому это скорее всего дверь тоже замурованная ну вот пожалуй тут больше интересного я ничего не вижу пошли дальше поднимемся на другой конец вот это я нашел такой камень на пороге который вот выглядит как известняк очень твердый вообще известняк он на пороге насколько знаю он изнашивается довольно быстро здесь он я вижу практически не изнушенный вот это вот непонятно как будто ровной пилой его пилили что ли обработка такая идет интересно но он очень твердый очень очень до какой степени затвердел что ли на боковые ладно похоже на свеженькие уже видно обработка чуть-чуть другая более ровная какая-то она она кто-нибудь знает до какой степени известняк твердеет вопросик такой переделок в общем очень много посмотрим с той стороны в общем мнение скажу честно под орган вот это все было сделано как-то не так давно все как-то оно здесь не вписывается совершенно не вписывается эти колонны не вписываются тут деревом что-то обделано совершенно никак не пляшет сюда свеженько очень вот я получается под органом сейчас схожу орган явно прилепанный сюда позже всей видимости не так уж давно ну в принципе какая церковь без органа как же так и вот с этой стороны еще раз ну ладно пошли на выход там тысяча что мы говорили тысяча семьсот шестьдесят седьмой или какое единичка правда вопрос там тысяча было или это семьсот все-таки какой-то год сейчас у кого-нибудь еще спросим меня заинтересовала опять эта колонна все-таки во-первых непонятно на какой да на какой глубине это колонна еще неизвестно потому что здесь между лавками пол деревянный здесь каменный колонна на какой глубине неизвестно и она идет с цельного камня вот снизу идет 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 и она идет под конусом и вот почти с самого вверху стык вот то уже было наставлено потом обработка очень странная обработка как будто его вот так резали под конусом у меня вообще никакой идеи нету как его обрабатывали может у кого-то есть идея подскажете ну блоки еще ладно понятно аналогичная колонна а ну это вот уже первая часть вот стык еще один стык и сверху еще один стык но тут как бы попроще а это почти вся цельная вот такую глыбу потом какая глубина неизвестно тут я вижу шахты там вот тут что освещение или вентиляция углубления по-рубому есть где-то полметра в районе ладно как всегда одни вопросы поехали дальше так а как вот этот камень обрабатывался какая-то идея есть за структуру как его так обработали непонятно с формы что ли эти блоки ну вот женщина монашка только что сказала что по официальной брошюре там написано 1770 1770 года это церковь но тут мне вот вот эта табличка заинтересовала сейчас я ее приближу так это максимум или нет не 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 Мне совершенно непонятно, вроде два-три, а спереди, сзади, что-то непонятно совсем. Ну, сейчас походим чуть-чуть, вряд ли уже что интересное тут найду еще. Посмотрим. Интересно, сколько здесь камня, все переделано, стены просто толщины, камня тут немерено. Такие потолки, арочки, все переделано, конечно. Сейчас снаружи сниму, я это здание снимал уже. Вот это здание, только что снутри были толщинные стены, вот эти арочные потолки, колонны, все переделано, конечно. И даже вот здесь кирпича налепили сверху. Переделок немерено, но не представляю, что это за здание было когда-то. Если здесь такие стены, вот остатки арки, пару камней справа и пару камней слева от окна. В общем-то здесь всего пару камней от арки осталось. Все тут арочно, все тут по-другому было, все переделано, все переделано. И сейчас просто не очень интересно. Ну и внизу, как всегда, какие-то окна все-таки есть и куда они ведут нам неизвестно. Ладно, здесь, пожалуй, все. Пошел я дальше.